Здравствуйте, дорогие союзники! В прямом эфире работает проект «Союз Онлайн» студии Тимофей Обухов. В последние десятилетия все сферы жизни настолько динамично развиваются, обновляются, что постоянно появляется что-то такое, о чем даже работая на телевидении, каждый день погружаясь в информационные потоки, узнаешь вдруг совершенно для себя неожиданно и удивляешься. Оказывается, ты не знал, а оно происходит и даже уже не первый год. Вот, к примеру, в Выборгской епархии в пятый раз состоится православная спартакиада, в рамках которой в том числе пройдут соревнования по шахматам среди детей и взрослых. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Александр Алексин. Саша, добрый день! Добрый день, Тимофей! Раз уж у нас шахматы, я начну диалог по классической схеме Е2-Е4, ход конем, чем ответишь ты? А я в ответ вам представлю одного из организаторов шахматного турнира. Знакомьтесь, священник Андрей Виноградов, ответственный за спорт Выборгской епархии. Батюшка, скажите, пожалуйста, почему именно шахматы вы выбрали для состязаний? Ну, потому что, во-первых, шахматы – это старинный вид спорта, который развивает логику, мышление, концентрацию, как ни странно. И он входит в состав календарного плана православной спортыкиады, который в Выборгской епархии проводится уже официально пятый год. И он один из девяти видов спорта, этот вид шахматы. Поэтому мы его и проводим. Скажите, а где и каким образом будет проходить состязание? Как можно подать заявку? Значит, состязания будут проходить в Ленинградской области, во Вселожске, Пушкинский переулок, дом 7. Те, кто не запомнит, так бывает, можно на официальном сайте нашей Выборгской епархии в анонсе найти это объявление. Там будет нарисован такой большой красивый кубок. И обратиться к этому объявлению и запомнить. И приехать на соревнования, конечно же. Здорово. А наверняка Вы готовите какие-то призы для победителей? Да, так как у нас запланировано много видов спорта, и это один из которых, на которые рассчитаны призы, будут грамоты и медали победителям и призерам соревнований. Интересно, Вы сказали, что это один из видов спорта, а какие еще соревнования Вы устраиваете? Ну вот, значит, в этом году мы уже проводили настольный теннис. Значит, после шахмат, которые пройдут в это воскресенье 31-го числа, я забыл сказать, какой день недели, 31-го числа, они начнутся в 14.30, заявки участники будут подавать по приезду за час, начнется регистрация. Значит, после этого планируется соревнования по футболу, потом дальше легкоатлетический пробег, летний биатлон, это когда бежишь с винтовкой и стреляешь с пневматическое оружие, но это в приезерском районе в основном, потому что я там живу. Дальше планируется волейбол, планируется, скорее всего, еще будет настольный теннис и заключительное соревнование нашего испартакиада – это плавание. Вот вроде все, все перечислил. Отец Андрей, спасибо Вам огромное за информацию, Вам успехов. Пускай приезжает больше участников, принимает участие в этих соревнованиях. Спасибо. Тимофей. Саша, спасибо за информацию. Передай, пожалуйста, горячий привет союзников организаторам и участникам соревнований. Уважаемые зрители, мы с Вами сегодня еще обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин